Существует несколько способов заточки ножей для машинок для стрижки животных. Хотел бы рассказать о них немножко в этом видео. Они различаются, эти способы, по цене. Первый самый дешевый способ, когда я только начинал заниматься заточки, мне показал один, не мастер вернее, а прихмахер, говорит, возьми зеркало, вот такое вот, и притирай на нем машинки. Купил я зеркало, рублей за 150, ну типа такого, чуть поменьше. Начал притирать, прихмахерские причем машинки для стрижки людей, и нихрена они не стрягут. Способ оказался плохой. Сами машинки вообще различаются по сложности. Самые простые человеческие потом идут. ножи для стрижки овец и лошадей, и самое сложное, ножи для стрижки собак, и самое сложное, ножи для стрижки кошек и кролика. Так вот, на зеркале даже ножи для стрижки людей, они не стрягут. Испробовано, хотите купите, попробуйте. Второй способ. Это, значит, по цене, это притирание ножей на вот таких вот камешках. Они бывают абразивные, бывают алмазные камешки. Способ тоже плохой. Камешки они недорогие, тоже можете попробовать. Но свой опыт скажу, вы кинете деньги на ветер. Третий способ по цене идет. Это такие станочки есть. Они очень популярные, потому что они дешевые. У меня такого станочка сейчас, к сожалению, нету, выкинул его. Но он вот вроде такой вот баночки идет по габаритам. Там сверху идет такая, кружочек. И по инструкции ты сюда кладешь так. Он вращается, нажимаешь кнопочку, начинает вращаться. Кладешь ножичек. Отнимаешь. И все, вроде бы как он должен быть заточенный. Покупал я такой станок. Он стоит недорого, там около 100 долларов, что ли. Выкинул деньги на ветер. Не стригут они после этого. Далее, какие способы существуют. Это притирка ножей на так называемой притирочной плите чугунной. Извиняюсь за бардак. Рабочая обстановка. Мы тут не чаи попиваем, а активно работаем. Потому столько много пыли здесь. Вот такая вот притирочная плита. Она чугунная. Она абсолютно ровная должна быть. То есть, если взять металлическую линейку. Сейчас, если я найду, покажу линейку. Нет, не найду линейку. В общем, если взять линейку, грубо говоря. Ну вот, представим, что это линейка. Вот так ее поставить металлическую. То мы увидим, даже так видно. Вот на этой штуке. Если там сзади еще свет будет, будет вообще хорошо видно. Когда притираете на притирочной плите, у нее образуется выработка. По центру яма такая. То есть, вы на ней нажи трете, трете, трете. И где-то там, где вы трете, образуется вот такая вот яма. Даже сейчас видно. У нее уже есть эта выработка. И фишка в том, что эту плиту можно выровнять. Но это делать очень долго и дорого. Такие плиты раньше выравнивали. В советское время мастера называется шарошить. Наливают такой слой краски. Проводятся так вот ровной какой-то пластиной, дощечкой, линейкой. Там, где лужа, там, значит, яма. И специальным материалом во всех других местах, там, где выступ такая гора, там стачивают. Потом опять наливают краску, опять проводят. Смотрят, где лужа, где возвышение. И там, где возвышение, ее шарошат. Ну, таким занимались давным-давно. Ну, сейчас, я не знаю, кто-нибудь сейчас с дедушек такое делает или нет еще. Мне это объясняли, ну, прям, ребята, которые разбираются. Прям фрезеровщики, которые станки собирают промышленные. Говорят, если найдешь, пожалуйста, попробуй выровней. И сколько из тебя денег за это возьмут. Новая притеречная плита стоит от 6 тысяч и до 20. Например, вот эта вот нижняя стоит около 12. Это и покупали бэушной. Ну, ровный. А вот эта вот около 6 тысяч. Но фишка в том, что, если вы имеете одну только притеречную плиту, на ней у вас не получится затачивать машинки для стрижки. Притеречная плита может служить только для доводки. Только после того, как вы заточили ножик на вот таком вот станке. Такой станок, ну, вот на данный момент съемки ролика стоят 39 900. Может быть, подешевел, может, подорожал, когда вы смотрите ролик. Сейчас 39 900 стоит. После того, как вы заточили здесь ножи, некоторые мастера доводят здесь. Но не все. Я, наверное, не довожу. Я думаю, это не нужная вещь, потому что стригут они хорошо после заточки вот на Sharp S Blade. Прям идеально стригут после заточки на этом станке. Итак, подошли мы к самому дорогому варианту. Ну, наверное, не самый дорогой, но самый лучший вариант. Это станок с планшайбой. Она крутится со скоростью около 1000 оборотов в минуту. Сюда насыпается специальный порошочек. Вот такой вот. И она протачивает ножик от машинки. Эта плита, она, планшайба, она не плоская, она немножко идет под конус. У нее возвышение идет в сторону центра. И получается, такая форма необходима именно для заточки ножей, ножевых блоков, для машинок, для стрижки. Она должна быть не идеально ровной, а именно вот такой вот формы под конус. То есть, если вот так вот посмотреть, она будет вот небольшой градус идет вот такое вот возвышение к центру. Вот, в общем-то, все способы, как можно затачивать машинку. Можно, конечно же, взять, а, кстати, вот синий становочек, но он годится только для мясорубок. Вот у этого станка идет одна сторона конус, вторая плоская. На плоской стороне можно точить мясорубки. Бытовые тоже часто, ну, такой ходовой инструмент приносит на заточку. И ножи для лошадей, для овец. Надо на плоской стороне точить. И мясорубки, нижняя сторона плоская. На верхней стороне точим только машинки для животных, кошек, собак, кроликов и для людей. Это все на верхней стороне. Синий становок только для мясорубок годится. Так, что хотел сказать. Некоторые мастера доводят на притеричное плосенье, я ее не пользуюсь, честно скажу. Ну, у нас есть тоже мастерской. Вот, в общем-то, все способы, как можно затачивать машинки для стрижки. Надеюсь, что это видео вам помогло. Так что, если оно вам помогло, ставьте лайк. Подписывайтесь, оставляйте комментарии. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.